роль кожи терморегуляции организма я опять вынужден вернуться к одному из важнейших этих самых практических приемах раньше называлась побелка теперь называется покраска растений раньше было просто известь горшона теперь это такой сложный состав включая клей чтобы не отклеивалась вот не отклеивалась и чтобы с дерева не дышала еще раз середине 19 века в богатых итальянских городах любили устраивать пышное праздничество или можно стремились придать и друг друга милане состоялось праздничное шествие возглавливал золотой мальчик тело ребенка было покрыто золотой краской праздник удался мальчик стал никому не нужен был забыт короче мальчик замолел умер покрытой краской вот уже с этого момента вы поняли чем я говорю миллионы деревьев умирает потому что вы красить еще раз говорю миллионы деревьев но перед этим вы еще пытаетесь их спасти вот заражаете всю почву отравляете всю почву вот если дай бог они еще дают какие-то плоды то еще и плоды отравляете все отравляете вот а как так если мы сад многих считает одним из лучших в россии почему там нет краски а почему же он тогда мне не погибает а считается без этого нельзя долгое время никто не мог объяснить причину гибели ребенка предполагали что золотая краска нарушила потоотделение деревья тоже потеют поступление в организм воздуха у деревьев 10 процентов воздуха поступает через кожу и у людей знаете об этом вот когда одурю маетесь с краской только значительно позже опыт проделанная двумя мужчинами которых покрыли лаком показал что причина нарушения терморегуляции организма дальше идет кожа для меня что и кожа человека вот тоже самое я даже по моему пару раз оговаривался я кому деревьев кожи называл а вот читаем бери дикой вдруг берет деревьев очень важно по белку проводят иногда весной иногда летом но сам эффективно осенние защищает деревья от солнца февральские мартовские дни вот самое страшное что как раз защищать то их нельзя вот дальше предотвращает раскресывание коры от перепадов температур снижает количество жизнеспособных зимущества где вы видели этих я до сих пор еще хоть одного а девочки видели вот живем а где из этого не вредители зимует не там 300 рыбновых там вот а эти все как попугай вот придумать же вот это вот как писульку назвать энциклопедии да и показать вот смотрите сейчас будем любоваться до высоты сколько рука достал добавьте по белку карбофорс грызуными используют а вот там сразу того покрасьте все чем-то вот посылать железом от терморегуляции коры деревьев зависит их жизнедеятельность и зимой и летом и весной и осенью величайшее заблуждение совмещение обрезок на кольцо и покраски деревьев я вам сейчас покажу вот это то хоть кого-то может убедить или не смотреть вот за каким чертом ты берешь когда ты уже дерево искалечил вот то что ты хочешь избежать помнишь от мороза боя а это все вот это вот даже пилой сделано нельзя же вот это превращает дурдом настоящий вот им дальше я первый попавшийся подряд из этого из интернета вот скажите пожалуйста зачем белили деревья если уже все ветки которые надо было спасать покрыты страшными ранами вот они страшные здесь и второе дерево 3 и вот и на том я вижу наверно на всех зачем теперь-то белить уже дерево искалечено зачем белить а это уже вообще шедевр а это то сфере возвращаем бери ты сделал калеку даже покрасить забыл и ведь это все на полном серьезе вот это на преподносит это вот вот это вот не тут немытом позвонил лисий юрьевич и напомнил мне сам об этом пытался рассказать а может рассказал войну красили дикоросу вдоль дорог чтобы в темноте это белый цвет давал направление автомобилям танками так далее кончилась война кто когда решил что-то вот есть только когда спрашиваешь красиво но тратить на миллиарды деревьев это когда мы так по унищи что некуда деньги девать силу некуда